садком 4 700 сейчас высыпаем это все дело в ящик и хорошенечко вымываем проточной водой вот такая щука то что крупнее рыбка планирую засолить сделать вкусную таранку и буду отправлять подписчикам если конечно кто-то захочет и не крупная рыбка но после зимы подавить на ультралайт даже таких вот карандашей достаточно интересно прошло буквально полчаса разобрасываешь и сразу же он дергается и вот такой живец клюет одним за один за одним вот такой вот некрупной плотвы поймать здесь можно очень много на тот же поппер но наша задачка найти рыбку покрупнее я уже выставлялся здесь весной попадались достаточно хорошие экземпляры и плотвы и красноперки но тогда особо тепла не было слабый ход рыбы было сейчас прямо заметно как все активизируется и попытаемся половить сегодня на экраны долго я искал и подбирал именно человека который делает хорошие так как ну проблематично заказывал пару раз но вообще было ловить на них невозможно после одной рыбалки они приходили в негодность на это достаточно сделано все хорошо красиво уже отрыбачил с ними не ни один раз сделаны хорошо не запутываются рыбачить на них одно удовольствие поэтому кому интересно пишите контакты на человека который делает с удовольствием оставлю у меня их на сегодня чуть больше 10 12 по моему точно посчитаю когда уже выставлюсь один уже поставил постараюсь разместить их вдоль берега под деревьями там где именно сейчас гуляет красноперка и питаются ну а что из этого получится уже посмотрим успел я выставить даже вторую камни снимал вам видео смотрю первый экран который я бросил немножко отплыл а здесь вот такие вот две красивые плотвички красноперка плотва поэтому я думаю рыбалка сегодня будет интересной затягивать не буду сейчас этих достаю расставляемся и я думаю особо затягивать не будем немножко поищу крупную на попла поппер если толку не будет будем проверять экраны прямо возле лодки хоть далеко забрасываешь хоть проводку делаешь видно вам или нет но вот такая вот рыба не дает вообще здесь покоя на поппер сейчас буду проверять экраны и поплыву скорее всего либо в вершину там где помельче где вода уже сильнее прогрелась и будем искать рыбу покрупнее потому что ну здесь хоть под берег хоть под камыш хоть далеко менял поводки на глубину побольше чтобы опускалась особо эффекта не дает так как вот такого количества мелкой красноперки очень большое я не знаю думаю должно быть вам видно только буквально поппера забрасываешь и сразу же он дергается и вот такой живец клюет одним за один за одним на глубине одна попалась рыбка ловится на клетку 35 прошло буквально полчаса у нас как то вот так проверил три штуки до этого места упались вот такие две красивые сейчас буду двигаться в сторону миляка решил взять с собой четыре кранчика попробуем там бросить так выпутываем и плывем дальше добрался в вершину клюет достаточно неплохо хоть и мелкая но клюет практически за каждым забросам здесь очень мелко поменял наживку пробую на обычного червя забрасывать особо далеко не надо можно пробовать конечно но под камышек стараться надо бросать и каждый заброс практически рыбка после зимы все начинает просыпаться рыба в камышах буянит некоторые караси уже пошли на нерест но плотва уже и красноперка я так понял оттерлись потому что попадаются без игры хоть клюет и не крупная рыбка но после зимы половить на ультралайт даже таких вот карандашей достаточно интересно учитывая то что у нас стоят экраны и будем надеяться что туда попадется что-то более интересное сейчас хотел бы переплыть куда-то ближе к камышу в ту сторону но очень сильный ветер очень сильный ветер и очень неудобно не не бросать не ловить и нету грузика чтобы немножко утяжелить саму снасть так как волна и сносит червя и он очень медленно падает на дно но эти трудности я думаю мы преодолеем и сып свою рыбку мы сегодня поймаю проверил я уже несколько кранов буквально пару штук попалась хороших то уже в конце дня вам покажу это самое удачливое место у меня опять 2 красноперки один окушок вот такие красавицы одна сама выпуталась уже проще вот такая вот красивая рыбка я думаю очень даже вкусная вот такая вот красота ветер немножко подутих очень сила сильный ветер был очень сильная волна на поппер вообще ловить нереально было с той стороны я решил перебраться на эту сторону уже выставился буквально минутах двадцать прошло смотрю на одном экране поплавок уплывает и вот такая вот замечательная красноперка если честно не особо я у них разбираюсь надо будет дома хоть ради интереса погуглить чем они отличаются красноперка от плотвы но кто знает в комментариях подскажите с той стороны у нас получилось поймать примерно вот так уже в конце видео подобьем итоги что у нас получилось по улову за сегодня еще часика два времени есть пока мисс начнет темнеть и будем собираться домой знаю может быть их оставлю на ночь но то мы посмотрим и хотелось бы обратиться к зрителям как вы относитесь к такой рыбалки у кого какие мнения по этому поводу тому как я знаю что многие еще с детства рыбачили на экраны всегда всем хватало и рыбы и всего остального и сразу же хейтерам пишите в комментариях что это браконьерство что я голодный и так далее и тому подобное не сдерживайте своих конечно же желаний но на данном водоеме ловить мне можно и на экраны в том числе это водоем моего хорошего товарища поэтому это не браконьерство и я не голодный а то что крупнее рыбка планирую засолить сделать вкусную таранку и буду отправлять подписчикам если конечно кто-то захочет ну а мы рыбачим и уже в конце будем проверяться посмотрим что у нас за сегодня получится поймать по моему у меня минус 2 экрана вот такой щупак влетел еле держится она такая щука клетка трой то ли четверка не знаю ну ки ложка есть но экран скорее всего утилизации так сейчас выкутываю и покажу удивление ребят даже экран целый небольшая вас дырочка появилась но выдержал клетка кстати 2 и 5 леска крепенькая держит хорошо ради интереса щучку взвешу уже потом так как уже темнеет и нужно собираться домой красота тепло никогда не думал что буду радоваться комарам которые кусаются от того что потеплело на улице солнышко уже заходит экраны я оставил завтра рано утром постараюсь приехать буду проверяться еще денек порыбачим в следующем видео уже посмотрим что у нас попалась за ночь и еще денек поплаваем поищем рыбку ну а сегодня вот такой вот результат щука конечно порадовала здесь явно больше тела весы в машине взвесить к сожалению не получится но если что я если не забуду вес добавлю там где мы ее доставали в конце еще попались два вот таких вот красивых окушка вот такие красавцы и хорошая платва это у нас будет на засолку так что такая рыбалочка не сказать что много но и не сказать что мало так на сегодня закругляемся не забывайте подписываться пишите свои комментарии по поводу такой рыбалки интересно вам или не интересно продолжать снимать или нет пишите свои мнения пожелания буду рад общению до новых встреч солнце уже практически села а наша задача посолить рыбку сегодня первая партия надеюсь завтра подловим еще так садком 4 700 сейчас высыпаем это все дело в ящик и хорошенечко вымываем проточной водой вот так как все это дело промываем воду мы не жалеем вымываем вычищаем щуку потрошим но я надеюсь это все разберутся и сделанное дело сейчас я все подготавливаю и уже покажу как и что я делаю дальше в принципе рецепт весь стандартный как и всех но есть свои небольшие нюансы так щуку мы идеально вымываем чтобы внутри не было ничего чисто белое мясо жабры я тоже удаляю дабы ни горечи не было ничего тогда она получается вкусно как вымачивать и есть там один секретный ингредиент дабы не было ни запаха ни слизи но это все дальше теперь нам понадобится соль лишнюю соль мы потом уберем вымочим укладываем щучку желательно укладываем ее так чтобы грузом который мы поставим сверху мы ее придавили и укладываем нашу рыбку аккуратно слоями кстати красно перочка хорошая такая взвешиваем по 200 грамм некоторая с икрой так что будет вкусненько вот так вот мы раскладываем рыбу опять не жалея соли все это обильно засыпаем повторяем эту процедуру это все потом дальше ставим под груз но это я уже расскажу наверное завтра сегодня сейчас укладываю остатки рыбы уже поздно солнце садится работы еще много и нам завтра рано вставать на рыбалку поэтому все доделываем и завтра будем продолжать солить надеюсь что-то поймаем